Всем привет! Сегодня на канале Лучкова мы говорим о самых свежих и интересных технологических новостях. Соскучились субботы? Я тоже. Погнали! Китай. Мекка по производству айфонов. Ну, пока еще. Мекка, почему пока еще, узнаете немножко позже. В китайских социальных сетях распространилась интересная информация. Похоже, как на новость, но и, в принципе, можно ее засчитывать к роду слухов о том, что якобы в iPhone 12 будет прежний вырез брови. Большая бровь, как мы ее привыкли уже видеть. И что-то прям слишком привыкли мы видеть большую бровь. Многие производители уже как бы оптимизировали этот процесс, сделали ее меньше, меньше, меньше. Но такое ощущение, что у компании Apple не получается даже в 2020 году в новом айфоне, абсолютно новом айфоне, сделать бровь поменьше. Почему так? Face ID не смогли оптимизировать? Вполне вероятно. Поставили какую-то мощную новую селфи-камеру, тоже вполне вероятно. То ли пользователей компании Apple устраивает этот внешний вид, они к нему привыкли. И смотрите, какая штука интересная получается. Когда компания Apple сделала эту монобровь, но можно было сказать, что они отличаются от всех на рынке, был узнаваемый дизайн. И сразу же мы говорили, что сейчас китайцы начнут копировать монобровь, ведь реально копировали. Все смартфоны стали похожи друг на друга. Проблема решилась сама по себе. Просто ничего не меняй, и ты будешь оставаться уникальным. Фотография пестрит, прям видно огромный экран, который сфотографировали якобы на производственной линии айфонов в Китае. Я не знаю, доверять этим слухам или не доверять, но, зная компанию Apple и то, как они не торопятся вообще что-то менять в дизайне, вы знаете, типа, ну работает, не надо трогать, пусть работает, ведь покупают. Возможно, в этом году так и произойдет. Или же будет еще более странная ситуация, когда более дешевые айфоны будут вот с такой большой бровью, более дорогие айфоны с маленькой бровью. А я, кстати, напоминаю, что на прошлой неделе в базе данных южнокорейского регулятора под названием Safety Korea опубликовали тоже примечательную фотографию, на которой якобы изображен аккумулятор iPhone 12 Pro. И эта фотка подтверждает, что емкость его составляет 2775 мАч. Ну, то есть объем аккумулятора не стали увеличивать, видимо, борются за габариты, хотя, в принципе, этого количества мАч для сейчас айфонам 11 Pro хватает, чтобы нормально работать весь световой день. Конечно, хотелось бы больше, но как-то вот так. А вот в самом начале этого выпуска я сказал, что Китай пока является меккой по производству айфонов. Но все почему? Потому что есть Индия. И абсолютно все американские компании сейчас вцепились зубами за этот континент и понимают, что в нем есть огромные перспективы, пытаются наладить производство, инвестируют в различные сотовых операторов индийских. И уже говорят о том, что айфон 11 начинает собираться на заводе в Индии. Так что, возможно, год, два или три, и мы увидим, что Индия станет перспективной страной по производству не только айфонов, но вообще многих смартфонов. И наверняка в Китае уже начали беспокоиться по этому поводу. Не успели выйти новости и слухи про 12 айфона. Смартфон и сам появится только через несколько месяцев. Уже аналитики говорят о том, что в следующем году нам стоит ждать айфон 12i. То есть не окончательное название. Маленький смартфон компании Apple, бюджетный. И, видимо, это уже входит в привычку компании Apple. Вот они в этом году выпускают айфон SE 2020, бюджетную версию своего устройства. И теперь так будет по ходу каждый год. То есть каждый год у нас будет в сентябре основная линейка устройства, потом уже как бы и бюджетная линейка устройств. Вот что мы можем ожидать от мини-версии айфон 12. Кстати, помните, мы говорили, что айфон 12 мини такой возможно появится. И явно-таки он появится не на осенней презентации. Вот как раз он будет тут уже в 2021 году. Итак, в кавычках айфон 12i могут показать в марте 2021 года. Он будет выглядеть технически следующим образом. Это экран LCD-экран, две версии 5,4 дюйма и 6,1 дюйма. Поддержка 4G, о 5G речи идти не может. Face ID будет, A14 Bionic будет, 4 гигабайта оперативной памяти, двойная камера на 12 мегапикселей. Главная цена 549 долларов за младшую версию и 649 за версию постарше. В прошлых новостях мы обсуждали смартфон OnePlus Nord. Мнения мои и зрители некоторых разделились. Знаете, вот эти вот ребята, которые любят очень сильно замерять производительность процессоров и делать рейтинги смартфонов, народных смартфонов в разных ценовых категориях, выпустили очередной рейтинг смартфонов, в котором OnePlus Nord стал на первое место. Это самый мощный среднебюджетный смартфон. До этого времени в рейтинге Antutu на первом месте был Redmi K35G. Он убирал там такое приличное количество баллов. Он тоже на Snapdragon 765, и теперь его смещает с отрывов в 14 тысяч баллов в OnePlus Nord. И вот странно оказалось бы, да, два смартфона на одинаковой платформе. То есть одинаковая память и одинаковый процессор. Почему между ними такая разница? Многие говорят, что, ну, наверное, разница в Oxygen OS. Вот прям оптимизировали немножечко получше, работает быстрее. А я повторюсь, что вот этот рейтинг Antutu, он, в принципе, можно сказать, не демонстративный, но там есть ряд интересных тестов, которые мы в реальной жизни сами навряд ли будем делать. Там тест того, как себя ведет смартфон, допустим, в браузере при скроллинге, при просмотре видео, 3D-тест и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, какие-то части в этом тесте являются довольно-таки интересными. До презентации компании Samsung остались просто считанные дни, а вся информация просто протекает сквозь щели, все трещит по швам и все сливается абсолютно. Я не знаю, это случайно или это специально происходит, но вот уже стала известна информация о том, чем будут отличаться Galaxy Watch 3-го поколения, которую я, кстати, очень сильно жду. Мне интересно попользоваться новинкой. И вот в приложении специальном, которое отвечает за подключение этих часов, всплыла информация со скриншотами и прочими деталями о том, что новый Galaxy Watch 3 можно будет управлять при помощи жестов. Допустим, если вам кто-то звонит, вы можете сделать так вот ручкой, раз, и ответите на голосовой вызов. Либо же перевернете руку и можете отклонить этот вызов. Теперь будет проще делать скриншоты двумя кнопками на корпусе самих часов. И там появилась функция, которая до этого была в часах компании Apple. Они будут отслеживать ваше положение в пространстве, и если вы случайно упали либо повредились, часы сами вызовут какую-то службу экстренной помощи. Если же не смогут дозвониться, то они будут высылать какие-то сообщения и будут включать микрофон в списке контактов, которые у вас находятся в избранном, чтобы вы смогли там просто лежа что-то сказать, помогите мне, я нахожусь там-то, и будут высылать координаты. Удобная функция, она, кстати, работает в Apple Watch в Америке, у нас это дело особо-то не работает. Мне интересно, будут ли эти фишки, которые сделаны для безопасности человека, адаптированы под наш регион, и если да, то будет очень даже интересно затестить. Когда я говорил, что информация про Samsung утекает просто отвратительнейшим образом, потому что все уже известно, не знаю, стоит ли ждать презентацию, я говорил еще вот о чем. Уже появилась информация о новых планшетах Samsung. И все скажут, да, планшеты на Android, что, кто-то еще выпускает? Да, кстати, до сих пор выпускают. Мне, кстати, интересно, есть ли среди вас люди, которые пользуются планшетами на Android, если пользуетесь, напишите, что вы там делаете с ними, то есть как вы их используете, какие там программы есть, потому что в последний раз, когда я пробовал планшет на Android, зашел в Google Play Store, и я смотрю, там все те же программы, что и на смартфон, только просто увеличиваются в размере, никакой адаптации, ничего интересного нет. Так вот, Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7 Plus получат, скажем так, такое железо, от которого у нас у всех будет бомбить, потому что мы-то знаем, что новые Galaxy Note будут работать на Exynos в наших регионах, в отличие от планшетов, которым дадут Snapdragon 865 Plus. Вот понимаете, планшет на хорошем процессоре, топовый смартфон на чем-то таком переходном. И, кстати, технические планшеты реально крутые, 11 дюймов, разрешение Quad HD, будет Super AMOLED, еще версия на 12,4 дюйма, там тоже Quad HD, просто пропорционально больше. Оба экрана будут поддерживать частоту 120 Гц, конечно же, там будет еще и S Pen, перо, очень удобно. И, как говорится, вот Sock Qualcomm Snapdragon 865 Plus, поддержка 5G, 6 гигов оперативки, 128 гигов постоянной памяти, скорее всего, будет поддержка карт памяти microSD, и вот та самая функция, которую мы с вами проговаривали в предыдущих новостях, Dex Wireless. Что выглядит подозрительным, это 6 гигабайт оперативной памяти, потому что для смартфонов Samsung оперативная память всегда была краеугольным камнем, ее всегда не хватало, система отжирала максимум. Здесь у тебя огромный планшет, большое разрешение, куча функций, связанных с пером, и мощнейший процессор 6 гигов оперативки. Что-то здесь не сходится, может, какая-то младшая версия. Аккумулятор, кстати, на 9 тысяч, не, на 7 тысяч мАч и на 10 тысяч мАч, потому что разные размеры. Цена, я предполагаю, будет, как обычно, за флагманский планшет компании Samsung от 1000 долларов и дальше уже по накатанной. Xiaomi не успокаивается и вроде бы каждый месяц презентует новые смартфоны, но вот, как говорится, опять Лэй Дзюнь, человек, который известен даже уже в широких кругах, на своей страничке в социальной сети, прям вот несколько минут назад, опубликовал информацию, он говорит, что я не представлял смартфон Xiaomi Mi 10 лично, за меня это делали наши сотрудники, он говорит, скучали по мне. Что вы хотите увидеть в следующем флагманском смартфоне? Какие функции? Он прям так вот спросил у своих подписчиков и фанатов. Вы знаете, вот это все очень интересно, когда компания, скажем так, показывает всем, что она слушает потребителя. Как вы думаете, это просто маркетинг, либо это реально? Вот он собирает информацию таким образом, потом он приходит к инженеру, говорит, а смотри, что ребята хотят, хотят увидеть то, 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 давай сделаем. Мне, конечно, слабо в это верится, все это просто похоже на такое заигрывание с аудиторией, но факт остается фактом, что скоро покажут очередной флагман компании Xiaomi, и что в нем будет непонятно, может, как бы, когда мы говорили, что скоро появится флагман за минимальную стоимость, вот, может, оно это и пришло, что сам SEO-компания будет это дело все презентовать. Слабо верится, но дождемся анонса. Вот такие новости произошли за последние дни. Было очень интересно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram. Кстати, новости Telegram. Как вам? Теперь можно пересылать файлы размером до 2 гигабайт. Там еще много классных разных фишек. Прям Telegram процветает. Мне нравится, как это все движется. Поэтому, если не подписаны на наш Telegram канал, сразу же это сделайте. Мы там очень круто и мило общаемся. И ответьте мне на вопрос, вы пересылаете файлы по Telegram или нет? Потому что я заметил странную тенденцию. Почему-то на iOS-устройствах файлы по Telegram лично у меня пересылаются очень и очень медленно. По сравнению с любым Android-смартфоном. Будь он там смартфон за 200 баксов или за 1000 баксов. Не знаю, почему так происходит. В общем, давайте обсудим в комментах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok